И всем привет ребят, с вами StarVac, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен все той же самой проблеме, которая у нас существует уже на протяжении двух дней. Вчера у нас полноценно, второй день подряд были проблемы со входом в игру, проблема с загрузкой, с подключением к серверу, к игре в целом. И на сегодняшний день ситуация никак абсолютно не поменялась, видос просто записываю утром, пока еще есть возможность играть, но видос атака остается и остается неизменной. Кто-то начал уже эти проблемы приписывать к проблемам Microsoft, которые появились, но я считаю, что это абсолютно вообще не та тема, которой нужно акцентировать такое действие. И здесь четко в моем понимании прослеживается вся та же самая проблема, которая у нас встречалась в игре и год назад, и до этого, да, когда у нас были додос атаки. И сегодня мы обсудим вместе с вами компенсацию, которые были у нас до этого в игре и что может появиться и должно появиться в нашей игре после того, как данная проблема будет полностью решена. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, если вы так же, как и я, хотите, чтобы все эти проблемы уже как можно быстрее закончились, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только в его аккаунте, кстати, мы личные так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо компенсации, то я нашел две, получается, крайние компенсации, либо одни из крайних компенсаций, которые у нас были в игре. После одного масштабного, получается, ДДОСа у нас была вот такая вот интересная компенсация в виде заданий с премом и ультраконтейнерами. Честно говоря, особо сильно не верю в то, что что-то подобное может повториться, так как тогда у нас проблемы и ДДОСы были довольно на длительном периоде времени. И все это дело сделали как один дополнительный большой ивент с фондами, со всякими там спецухами и вот с такими вот заданиями, за которые можно было получить большое количество ультраконтов и большое количество премиума. Ну и также была у нас один раз такая вот компенсация. Нашел я ее, конечно, уже за 22 год, но суть дела не меняется. В целом тема у нас должна быть плюс-минус такая же с обычными ультраконтейнерами, недельными контейнерами, премиум днями в зависимости от того, насколько долго будут у нас проблемы, звезды, танкойны и та самая энергия, которая идет в этом новом ивенте. Потому что энергия, по сути, тоже очень сильно нужна за такие проблемы, учитывая тот факт, что вы не можете прогрузиться в бой, вы не можете выполнять задания, вы не можете набивать контракты. То и вес этой энергии тоже становится значительно-значительно больше, чтобы была возможность пройти этот ивент, несмотря на ДДОСы, несмотря на ошибки, несмотря на лаги. Потому что, по сути, игра у нас не работает с где-то, там, условно, часу-двух дня, да, и не работает до вечера включительно. То есть ночью игра работает, утром игра работает, потом у нас все перестает работать, и это работает четко так же самое, как это было у нас до этого. Поэтому я более чем уверен, что это те самые заветные ДДОС атаки, потому что если бы это было бы что-то другое, там, по типу того же, там, Microsoft, который вдруг лег, то и сейчас бы, там, утром, ночью игра бы не работала. А так, это четко, вот, работа по графику тому, которому сам выбрал человек, и как он хочет, так он игру и отключает. Соответственно, старая проблема вернулась в новом свете, в нашу игру, и я надеюсь, что она в ближайшее время уже будет решена. И мы вместе с вами сможем полноценно играть в игру, да, без особых проблем. Не знаю, каким образом опять снова возникла эта проблема, так как у нас уже, во-первых, новые сервера стоят, Новая защита от ДДОСа стоит, да, и спустя, получается, ну, где-то год, наверное, может, меньше года, снова эта проблема вернулась в нашу игру. Надеюсь, что ненадолго, и надеюсь, что Орех довольно быстро сумеет решить все эти проблемы. И при этом всем раскладе мы вместе с вами увидим хорошую достойную компенсацию. Я ее вижу не такой, которая была у нас до этого, да, я вижу ее в дополнительных прем днях, в зависимости от того, насколько долго будет длиться вся эта проблема. Дополнительные, понятно, звезды, танкойны, ладно, если будет, то будет, если не будет, то, в принципе, ничего страшного. Какие-то контейнеры и, главное, энергия, да, энергия в этом ивенте. Потому что большое количество игроков хочет выполнять задания, хочет выполнять контракты, хочет зарабатывать энергию, но просто чисто физически они этого сделать не могут из-за того, что тот период времени, в который они заходят в игру, она просто не работает. Поэтому надеемся и верим в то, что уже в ближайшее время все будет, ну и то, что мы уже в ближайшем будущем увидим достойную компенсацию за все эти проблемы. Если вы согласны с моей точкой зрения, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, пишите, что вы думаете по этому поводу, какую компенсацию вы бы хотели видеть за такие проблемы в нашей игре. Но у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!